Игорь, у меня сильно болит плечо и спина. Она болит, в смысле, прям позвоночник или болит? А-а-а, это уже началось. Подожди, давай. Смотрите, вот блок на спине, он вот тут, да? И когда она начинает болеть, ни с того ни с сего, когда ты начинаешь хлопать, это очень больно. Больно сейчас? Вот, больно. Выпускай. Можешь покричать чуть-чуть. Давай, давай, выдох. Еще. Отпустила, нет? Как чуть-чуть. Давай, давай, выдох. Нет, ты не держи, выдохай. Отпустила? Если где-то, где-то будет подрывать кого-то, ну вот где-то больно, не больно, тоже говорите, чтобы вдох. Ну, говори. Я хочу немножко разбавить вопрос всех этих болезней. Что такое найти себя? То есть я работаю 10 лет бакалтером, я там как бы собаку съела, но я поняла, что я, как будто бы мне это уже не нравится. То есть я не хочу больше этим заниматься, но я ничего больше не умею. Но хочется немножко другого. Такое ощущение, как будто я вот в пустую какое-то время прошло, а я до сих пор на исходной точке стою и не знаю, чем заниматься. Давай так. Тебе прям отдельно, вот как девушка себя хвалит, ты себя хвалишь в течение 21 дня за все сначала. Потому что ты не умеешь себя хвалить вообще. Это первое. Второе, для того, чтобы найти себя, я тебе не дам универсального совета, я могу просто рассказать, что делал я. Я открывал Facebook и мероприятие на сегодня в Алмате. Мастер-класс там по телесному и там чего-то там этот. Я пошел туда. Мастер-класс вышиваем крестиком, я пошел туда. Мастер-класс там по фотографии, я пошел и закончил двухмесячные курсы. Потом мастер-класс по ораторскому, я пошел, закончил двухмесячные курсы. Я в всякой фигне научился, вот непонятно для чего. Я же не знаю, что я хочу. Но значит, откуда я могу знать, понравится мне фотографировать или нет, если я не пробовал. Пошел на фотокурсы, пошел на ораторское мастерство, Пошел на курсы массажа, я даже закончил. А был такой весь, знаете, там статусный капец, короче. Там 1200 человек в подчинении, там такое крутое. А положили 70-летнего старика, говорит, делай вот так. А я понимаю, я не могу к нему прикоснуться, потому что как-то неприятно. Оказалось, что вот внутренние какие-то вещи, которые почему-то не могу. Поэтому ходи просто везде. Посмотри. Как следствие. А как тогда перебороть в себе вот эту вот королеву, снять корону и пойти учиться у кого-то? Когда ты уже как бы у тебя в подчинении, там несколько людей, а ты там ходишь на какие-то там курсы массажа. Я тебе про это и говорю, а ты правильно все поняла. Потому что было очень тяжело. И каждый раз, когда я наклонялся и делал кому-то массаж, у меня корона падала. В какой-то момент просто забудешь ее одеть обратно. Тебя жизнь начнет нагибать. Смотрите, гордыня, это, наверное, один из самых, я не знаю, грехов или там препятствий между тобой и твоей счастливой жизнью. И как только ты со своей гордыней справляешься, все. Все хорошо. Как только ты уперся в границы своего эго, все начинает останавливаться, у тебя начинают уходить деньги, у тебя с тобой не общаются люди, и все начинает схлопываться. Как только ты с эгом проработала, все, начинает все открываться. Каждый этап твоего заработка, когда ты начинаешь зарабатывать, будет под... вот это подведение итогов, будет гордыня. Вот заработал тысячу, подвел, такой, о, какой я крутой, там-та-та-та. Эго. Потом потолок пробил, начал зарабатывать 10, да? Там купил себе дорогие часы, еще какую-нибудь херню, сумочку там какую-нибудь купила, да? И потом ты начинаешь людей мерить не человеческими качествами, а сумками. Замечали, да? Купишь себе дорогие кроссовки, потом думаешь, а, блядь, ты начинаешь общаться только с такими кроссовками или с такими сумками. Это первый признак гордыни. В этот момент надо себя просто взять и придавить для того, чтобы не было... для того, чтобы у тебя не начали забирать. Потому что как только ты не справился со своей гордыней, у тебя начинают... проекты обламываются. Вот здесь не дали, там не дали, вот здесь не взял, здесь не успел, здесь почему-то перестали с тобой общаться. Это уровень твоей гордыни. Или уровень другого, ну, в общем, надо... Прорвешься, будет лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова